Всем привет, друзья! В общем, знаете, что на карантине, когда вы посещаете тот или иной магазин и обнаруживаете, что просто-напросто того товара, которого было в ассортименте очень много, и он не пользовался спросом, то сейчас его просто-напросто нет. И это, конечно, будет загадка. Многие, конечно, об этом говорят, но это действительно загадка, почему отсутствует туалетная бумага. Почему это стал сейчас, наверное, продукт номер один? Его разбирает, я не знаю, с какой-то потрясающей быстротой, и в какой бы магазин ты не приехал, то там какие-то последние две пачки остаются, да, дорогой, очень дорогой туалетной бумаги. Или её вообще нет. Вот сегодня мы тоже посетили Нету, который находится не так далеко от нас, и там тоже, значит, нет муки, вот, хотя появились свежие дрожжи, не сухие, а свежие, но вот это вообще какой-то нонсенс. И нет туалетной бумаги. Зато горючего спирта было в достаточном количестве. Вот, допустим, это вот горючий спирт. И если можно посмотреть, может быть, где-то и написано о том, что это этанол 96%. Ну, вообще, весь вот этот вот горючий спирт, бренспиритус, он, это обыкновенный этанол. Не биоэтанол, не биоэтанол, тот, который немножко другого цвета и имеет такой характерный резкий запах, вот, и который, ну, для камина используется, или, допустим, для гриля вы поливаете и разогреваете, или разжигаете свои угли. Этот в основном бренспиритус, он пахнет спиртом, этанол, и его используйте, допустим, хаус-хальт, это чистить что-нибудь, очищать, обезжиривать поверхности. Он очень такой быстро испаряющийся и легко воспалменяющийся, да, ну, этанол 96%. Вот, и если вы посмотрите внимательно или зайдете посмотреть на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, там, где, допустим, раздел, где можно приготовить дезинфектор своими руками, то вы можете заметить, что там вот присутствует, значит, рецепт, на основе этанола готовится обыкновенный дезинфектор, вот, в общем, вам нужно что-нибудь спиртосодержащее с концентрацией, ну, больше, чем 60%. 60-70% это, в общем-то, концентрация, которая этот коронавирус убьет, вот, и поэтому его вы можете тоже использовать, но для того, чтобы не вызывать раздражение кожи, нужно еще к нему добавлять несколько элементов, и это я проделал в прошлый раз, это вытяжка или настойка чайного гриба, 5 капель, вот, около 100 миллилитров можно использовать трехпроцентной перекиси водорода, и можно еще использовать глицерин или алоэ вера, это то защитное вещество для кожи, чтобы у вас все это не сохло, и стоит, вон, литровый вот этого фляжка, где-то около 2 евро, вот, и, конечно же, когда я поехал, брал, вот, допустим, вот этот вот, у меня уже практически пустая, там осталось немножко, вот, и разлить, да, я брал, у меня было, ну, 5, вот, тут дома, сейчас еще одна там начатая, и вот, уже я к себе сюда в подвал отнес, вот, на этой основе можно делать, как раз таки, дезинфектор, вот, если мы посмотрим на обычный дезинфектор, который производится на фирме, это, может быть, знает, да, это старый, я покупал года, наверное, три или четыре назад, он у меня был в машине, я использовал этот дезинфектор в машине, ну, знаете, когда вы путешествуете, едете, вот, останавливайтесь, вот, чтобы покушать за каким-то столом, да, вы используете газетки, но я еще и предварительно там попшикаю, вот, чтобы не было вот этих бактерий, нужны, людей много там приезжает, все кушают, у одного там под градом течет этот вонючий, ну, другой там кашляет или еще что-нибудь, ну, короче, вот это вот можно использовать, и если мы посмотрим, из чего он сделан, то в 100 граммах находится 22 грамма этанола, 21 грамм какой-то двухпроцентный, что ли, пропанол, и 8 грамм 1 валентный или процентный, тоже пропанол, в общем, этанол смешан вместе с пропанолом, и все, также он вызывает, из-за того, что здесь этанол, он чешется глаза, он легко воспламеняемый, все, и в принципе здесь больше ничего нет, и написано, что, ну, вот этот алкоголь, он убивает вот эти вот бактерии, вирусы, вирусы, ну, как я сказал, что, допустим, для коронавируса достаточно 70% алкоголя, вот, поэтому на любом алкоголе вы можете все это замешать, но если есть вот такой-то алкоголь дешевый, то я вот именно на этом все и сейчас замешиваю, добавляю то, что у меня было, пустые или полупустые, я все это заполнивал, сейчас у меня этого достаточно, в прошлый раз, помните, я разбавлял, да, вот, здесь была водка, какая-то российская, но на 40%, и я сюда добавил побольше этого, чайный этот гриб, да, похожий на скипидар, и после применения, и здесь было побольше перекиси водорода, и после применения, у меня вот здесь, в этих местах, на руках, начинала отшелушиваться кожа, она, прямо вот эту вот старую кожу, видать, она разъедала, и после того, как отшелушивалась, там появилась молодая, омоложена такая кожа, вот, скорее всего, действовали какие-то два вещества, но я грешил на этот, сейчас уже больше спиртом воняет, грешил на перекись водорода, и на этот, чайный этот гриб, настойку, вот, но сейчас побольше добавил спирта, потому что, если, чем выше, допустим, процентный спирт, или чем выше, чем больше алкоголя в вашем дезинфекторе, тем больше вирусов, он всяких разных убивает, может быть, допустим, некоторым вирусам нужен чистый вот такой вот спирт, поэтому, если у вас 80% содержания, или чуть повыше, то, конечно, уже больше убьют вирусов, вот, поэтому, я не знаю, наверное, еще люди мало знают, или не читали, хотя, вот, допустим, Роман Алябьев, он говорил, что, конечно, складывается такое впечатление, что люди просто-напросто, или не читают, или не знают, или просто-напросто читают, но это у них в голове не остается, они просто-напросто игнорируют все это, а было, ну, сказано, что из этого вы можете приготовить себе раствор, именно дезинфицирующий, и этого бренспиритуса, его везде навалом, ну, я сейчас, по крайней мере, начал встречать его, практически, в каждом магазине, обращая на это внимание, стоит, думаю, о, отличное, а сейчас, как раз, сезон начался, и к этому времени, для того, чтобы, его же можно использовать, для того, чтобы, угли, также, да, разжигать, то, вот, ну, короче, его сейчас очень много, хотя, допустим, он больше применяется, в доме, для очищения поверхности, дезинфекции, применяется, вы можете, допустим, полы мыть, да, хорошее дезинфицирующее средство, или, допустим, добавлять в машину, в стеклоочистители, или еще куда-нибудь, вот, так что, спокойно можно приобрести, и говорю, не так дорого все это стоит, еще я себе тоже приобрел баллончик газа, это на тот случай, если вдруг отключат свет, хотя это маловероятно, но я не знаю, откуда появился такой слух, в общем, женщины разносят, вот это все очень быстро, это потом в WhatsApp распространяется, говорят о том, что все, катаклизмы какие-то наступают, да, бесповоротные, вот, этот вирус начинает поражать все органы управления стран, и все начнут отключать, и вообще очень все плохо, ну вот, на всякий случай, вдруг, если отключат, у меня есть газовая горелка, она привинчивается сверху, навинчивается, и вы можете, допустим, я летом использую для того, чтобы разжечь угли, или разжечь костер, очень удобно, или, допустим, для пайки чего-нибудь, вы можете тоже его использовать, для обжига того же самого дерева, ну вот, ну, такое счастье, очень сейчас много в магазине, вы можете его запросто, все это приобрести, вот, но, я еще раз повторю, наверное, о том, что, ладно, допустим, сейчас дезинфектор, или составляющей дезинфектора, можно сейчас его купить, да, дезинфектор, как я говорил, я поехал в магазин, и я его преспокойно там купил, вот, но в центре города, хрена с два, да, вы там купите, потому что все это быстро разбирается, и с самого утра, вот, а туалетной бумаги, ну, это, это действительно, это какая-то жесть, и, что происходит, почему туалетная бумага отсутствует, это непонятно, наверное, весь вот тот дешевый товар, да, который лежит, кушать не просит, наверное, сейчас лучшая инвестиция, в которой немцы, все проживающие в Германии, может быть, и в Европе, начинают вкладывать свои деньги, да, куда их вложить, туалетная бумага, самое лучшее вложение, вот, да, это вообще необъяснимо, ну, а от вас жду, ваших комментариев по этому поводу, что вы можете сказать, да, что можете предъявить, да, на этом, друзья, все, всем пока, и увидимся. все. Субтитры создавал DimaTorzok